Встреча с детьми Встреча с детьми Встреча с детьми То, что дистоплива и бензин поднимаются каждую ночь, то на 30 ванн, то на 60 ванн. И то есть это еще, как они говорят, это не предел. Дальше он будет также дорожить. В деле муниципальные советники достигнута договоренность о том, что будем выходить на муниципальный совет, чтобы транспорт поднялся перевозчикам общественного транспорта, это 5 лей. И они это обосновывают, обосновывают цифрами. Есть методология, которая сегодня просчитывает эти все цифры. Также у нас будет транспортникам не то, что просьба, но то, что творят, например, водители, когда высаживают с 10 до 12 пенсионеров, ветеранов войны в Приднестровье, ветеранов войны в Афганистане, которые заставляют сегодня осуществлять оплату, это, конечно, неправильно. Или этот случай, который был, например, в воскресенье, все вы знаете, с Елизаветы двигался автобус по улице Сорокской, когда группа детей заходила в автобус, и водитель, не обратив внимания, не посмотрев, что происходит в салоне и на остановочном павильоне, начал закрывать двери, и люди перекрыли дверь, так могли зажать ребенка. Это, конечно, неприемлемо, это не красит водителей, потому что водители должны быть внимательны. Также эти все вопросы мы проговорили, проговорили с хозяинами, с директорами компаний, которые осуществляют перевозки, но мое мнение остается, как я и говорил, мы должны преследовать интересы горожан, хотя перевозчики также говорят, что они горожане, но я, как говорил, и сегодня заявляю, что в Бельцах должен быть электрический транспорт, так как это экологически чистый транспорт, в Бельцах должен быть сегодня транспорт, который получает гранты от европейских партнеров, и тем самым мы можем приобретать электрический транспорт и осуществлять перевозки в нашем городе. Должны были прийти две единицы техники, то есть две единицы электрического транспорта нам. По сэкономленным деньгам одна единица техники, одну единицу техники приобрела компания «Траксермаев». Это подарок нашему городу, но, к моему сожалению, с началом боевых действий на территории Украины, наши троллейбусы, будем так говорить, которые мы начинаем, наши уже, они находятся на заводе Днепропетровский, сегодня это Днепрогород. Знаете, что там подвергся вчера обстрел взлетной полосы, не знаю, какие состояния на самом заводе, но сегодня оттуда платформой доставить, я так понимаю, наш электрический транспорт физически невозможно. Будем надеяться, что как только наладится обстановка, троллейбусное управление держит эту ситуацию под контролем, и я думаю, что доставят наш электрический транспорт, и мы уже эти две единицы техники также запустим на наши линии, чтобы наши бельчане могли свободно передвигаться. Также хотел бы сказать, что в электрическом транспорте у нас льготные поездки, как и были для всех пенсионеров, для всех социально уязвимых семей, для ветеранов войны Приднестровья, для ветеранов войны Афганистана, осуществляется бесплатно. То есть в электрическом транспорте мы соблюдаем полностью те обязательства, которые мы брали перед бельчанами. С общественным транспортом, я думаю, что в пятницу будет муниципальный совет, и муниципальные советники выскажутся, поднимаем тариф или не поднимается тариф, но в противном случае перевозчики сказали, что они просто остановят свои автобусы и не будут передвигаться по муниципе из-за того, что топливо очень высокое, и они не могут просто заправлять свои машины, чтобы осуществлять данный вид деятельности на территории муниципи. Ну, будем надеяться, что... А также очень важно, мы, то есть я обратился в правительство, к сожалению, до сих пор ответа от правительства нет, я, значит, не то что требовал, а с просьбой о том, чтобы они снизили акциз на везённые нефтепродукты на территории нашей страны, тем самым мы могли бы удержать сегодня топливо на той цене, которое было до этого, 20, 23, 24 лея. Также я попросил, чтобы они снизили ставку НДС для этого вида услуг, но пока ответа от правительства нет, будем надеяться, что рассмотрят, и ответ поступит. И я думаю, что трезво будут рассуждать, и, наверное, ответ будет. Если же при таком раскладе понизится тариф на нефтепродукты на территории нашей страны, то перевозчики, согласно, будут перейти обратно на стоимость проезда 3 лея, если тариф понизится, то есть если солярка упадёт в цене, то они согласны перейти. Если же солярка будет подниматься, будем опять собираться, будем опять разговаривать, общаться, но полгода, полгода цену 3 лея на перевозки мы удерживали, то есть мы не дали подниматься, поменять перевозки на протяжении последних полгода. Я думаю, что это все оценили, это наша заслуга. Сегодня просто они физически дальше не могут продолжать удерживать эту ценовую политику. Что касается беженцев, сегодня у нас находятся 3 открытых центра на территории муниципи. Это гостиница Белц, это общежитие Госуниверситета Лека Руссо Меридиан, это по улице Пушкина общежитие по повышению квалификации врачей. На сегодняшний день, я, наверное, единственный, кто из всех примарей сегодня спорит с правительством, на сегодняшний день, чтобы вы понимали, ни одного лея, ни одного банутса на счета не перечислено. То есть мы сегодня осуществляем полностью проживание, отопление, вода, канализация, электроэнергия. И самое главное, это еда. Мы сегодня осуществляем именно прием пищи этих людей, этих беженцев, постоянно мы не прекращаем. Но до сих пор ни одного лея нам не перечислено. Обещали прошлую среду, не перечислили. Сейчас было совещание позавчера, министр труда говорит, заполните формы, которые они нам дали. Мы эти формы заполнили еще на прошлой неделе, чтобы вы понимали. Но министр финансов говорит о том, что они не получали эти формы. Я так понимаю, что из личного разговора, что это все собирает министр труда, то есть не министр труда, а министерство труда, полностью делает анализ по всей стране, и потом только отдают это в министерство финансов. Но я хочу напомнить всем, что мы осуществляем данную услугу, данную помощь. Наверное, все увидели, что Молдова маленькая страна, но добрая. Мы увидели, что Бельцы прекрасный город, и наши сердца открыты для людей, которые сегодня в этом нуждаются. Но, извините, мы с 24 февраля кормим людей. И вы понимаете, что это с неба не падает. И вы понимаете, что люди нуждаются в горячей пище, и в том же горячем чае, хлеб, и желательно еще, чтобы там было сверху масло и колбаса. И мы на сегодняшний день это все осуществляем и делаем. Спасибо, конечно, огромное волонтерам, которые приходят, помогают сегодня. Огромное спасибо экономическим агентам, таких, как Фларисарилу, еврейская община. Фларисарилу перечислила 200 тысяч, еврейская община перечислила 50 тысяч. Спасибо огромное этим людям. Также спасибо простым людям, которые... Даже вот примарь Елизаветы привез овощи, потому что слышал, что закончились овощи для приготовления первых блюд. Будем надеяться, что правительство сегодня нас услышит, и сегодня поступят к нам уже хоть какие-то первые деньги, для того, чтобы мы могли нормально закупить хотя бы питьевую воду. Потому что в пятницу закончилась питьевая вода. Мы, конечно, нашли ее, но она закончилась. Вот такие у нас новости, что касается этих ближайших дней. Давайте начнем наше совещание. Пожалуйста, Четнор. У нас производственная оборудование работает без замечаний. Вчера был прорыв на 4-й терминутрасте. Были организованы работы, в том числе и в ночное время. В 2 часа ночи была восстановлена подача тепла. Сегодня занимаемся восстановлением изоляции и восстановленный участок. У нас этот участок, который с первого августа запланирован на реконструкцию на этот год. Пока нет полной ясности, как мы будем закупать материалы, в особенности трубы продезолированные. Откуда вы закупали их из меня? Мы закупали из Белоруссии, из Украины, Львовка. Пока нет полной ясности, но объявлены тандыра, поэтому процесс идет. Поставщики обещают, что они будут реорганизовываться под другие рынки. Но это будет другая цена. Вообще этот участок, мы надеемся, что мы его восстановим. Часть материалов у нас есть. Мы закупили, успели в прошлом году. Будем согласовывать с Примарией. Это уодится в Михаиле Тиазу. Если она будет подвержена реконструкции, то мы взяли под те участки. Если не будет, то мы могли бы восстановить этот участок здесь по 31 августа. Будем согласовывать дополнительно. А может быть у нас приобрести материал и под тот участок, и под этот. Ограничений по топливу нет. Других замечаний тоже нет. Я бы вам рекомендовал материалы приобретать сегодня, если есть на то возможность. Потому что цена, я думаю, просто возьмите группу металл. Никому не секрет, мы получали металл. Это был у нас источник России, это был источник Украины. Частично Польша была. Сегодня Польша закрыла два металлогических завода, потому что получали металлолом из Белоруссии. Российский металл не могут провести на территорию через Грузию, через Прибалтику. Они не могут попасть на территорию Молдовы. Поэтому, я думаю, ценовая политика, что касается металла, леса, будет нехорошей. Поэтому, если есть возможность, приобретайте, пожалуйста, сейчас. Хорошо, спасибо. Железная дорога, пожалуйста. Спасибо большое. Я отвечу еще на один вопрос. Мне просто пишут люди. Ветераны войны в Приднестровье. Мы, при Марии, по моей инициативе было выделено по 500 лей ветеранов войны в Приднестровье. Вы их получите после сессии. Будет сессия, где будет принято решение. И вы эти деньги по 500 лей получите, как и ветераны войны в Афганистане. Просто задают вопрос, я сразу отвечаю. Так, дальше. Дерсу, пожалуйста. Доброе утро. Работа предприятия проводится в Борисеевской 17. Это укладка и установка плитки. Ублака плитки. По Лариса 7 установка этих парибриков идет. Те две аллеи, которые будут в Медицинском центре. Далее. По обездной это район Инкомлаг, Басарабинот. Ввозим землю. То есть, готовим планировку. Грейтер запустим. Допустим завтра. Три площадки мусорных установлены нового типа. Забетонированы установлены. Это по Йорго, Калий-Эшу-102 и Карасев-51. Сколько осталось забетонировать площадки? Всего 64 площадки. Допустим, запланировано 28. 28 у нас в этом году. Или повторировать. Забетонировать сколько? Бетонировать и конструкцию поменять. И подъездные пути. Это до какого числа мы должны сделать? Это в течение года. Нет, нет, нет. В течение года это вы планировали. Я вам давал срок до мая месяца. Я вам давал срок до мая месяца. Насколько я помню до дня города. Вы можете себе планировать на год. Я планирую исходить с финансами. Я понимаю все. Я все понимаю. 22 мая вы будете представлять все эти площадки. Забетонированные. Не сделанные конструкции. Забетонированные. А конструкции дальше делайте. Дальше. Дальше. Также занимаемся с наношными павильонами. Два остановочных павильона готовятся к установке. Это по просвету Витуре. И возле психболитета. Против психболитета. Постановка меня. Далее по плану. Также бетонные работы ведутся под площадки на кладбище Молодого. Сегодня выехали и работают. Это под мусорные контейнеры. То, что по плану было. Грейдера пока не выпускают. По ложным слоям. Земля все еще замерзшие. Пару дней подождем. Есть материал. Возможность и есть. Есть высоко. Что с сбором мусора? На сегодняшний день практически весь парк машин был мусоровозован в работе. На маршрутах. Сколько вы с ней собираетесь в связи с юридических лиц на сегодняшний день за сбор вывоз мусора? И люди платят или не платят? Деньги поступления есть или нет? А то, что было озвучено около двухсот фирм, которые формально заключили контракт. Которые вы выявили, да? Да. Около пятидесяти на сегодняшний день подают заявку и вывозим мусор. А сто пятьдесят других? Работаем. А почему у них не заключены контракты? Почему они отказываются это делать? Заключены контракты по факту, но по факту раз в три месяца, есть некоторые полгода заявку подают на вывоз мусор. Ну разберитесь у себя внутри. Я думаю, что там какой-то у вас сидит человек, который ведет к этому отношение. И просто ездит, наверное, и занимается какой-то ерундой. Ну, вы же разведчик, вы же системы, вы же конторы. Для вас, я думаю, не трудно вычислить этих людей. Николай, занимаюсь этим. То, что касается юридических лиц, у нас в плюсе тысячу-десять человек за этот период. Это очень хорошо. А когда не были включены, по расчету, в розыске? Это очень хорошо. То есть работа ведется? Ну, с фирмами тоже ведите. По плану еще тоже порядок? Я не верю, что сто пятьдесят фирм, они не возят мусор. Не верю. Они выбрасывают. Ну, из них надо или видео сделать, в том плане, функционируют и функционируют, потому что контракты заключены еще в прошлом, позапрошлом. Ну, вот, киньте половину, функционируют, но кризис. Да, из двухсот, как вы говорите, где-то сто пятьдесят. Ну, доведем это дома, до дня города. Хорошо, спасибо. ЖКХ. Добрый день. Предприятие работает в штатном режиме. Занимается сейчас ремонтом, в основном, шиферных провод. Это Сучава 8, 10, 12. Это машинное отделение, переборка шифера по всему дому, так как очень много жильцов или это же провайдеры ходят по крышам, устанавливают антенны, срывают наши замки и ломают шифер. Сейчас это мы все восстанавливаем. Что значит восстанавливать? Почему вы не обратились в полицию? Почему вы не констатировали факты? Очень трудно определить, кто именно. Если вы сами знаете, что это провайдер. Да, это интернет, но на нем не написано какая-то... Я вам рекомендую, я вам рекомендую, знаете, что сделать? Я не знаю, правда, тут с юристами, посмотрите, закон это не законно. Вот у меня там в корольной службе всегда была такая моя печать, да? И вы ставите просто, опечатываете данный объект от пластилина и все. И пишете это объявление. Что значит вы восстанавливаете? Вы раз восстанавливаете, два восстанавливаете, три. За счет кого вы восстанавливаете? За счет нас с вами? За счет нас, да, да. Ну так зачем это нужно? Почему вы не обратились здесь в полицию? И почему полиция не приняла меры? Я уверен, что вы обратитесь, и полиция найдет этих злоумышленников, понимаете? Мы, да вы можете... Хорошо, мы обязательно обратимся в полицию. Мы писали всем провайдерам, которые у нас есть в городе, просили, чтобы они какие-то логотипы оставляли на своих шкафчиках распределителей. Мы просили их, чтобы они писали... У нас известно то, что они проводят ремонтные работы. Однако обратной связи нет. Обратите, пожалуйста, еще раз внимание, пожалуйста, сработайте в этом направлении. Так, ведутся подготовительные работы уборка мусора под снятие старого материала. Это Виктория 98, там ремонт кровли начнется. Затем у нас идут работы Колесова 23, это входные козырьки. У нас сейчас пришел неприятный случай, это по Индепенденции 34-36 со стороны площади. Какими-то, будем говорить, нехорошими людьми испортили нам фасадную стену, где висят памятные доски Михаилу Актиру и Чичикала. Сейчас мы это все восстанавливаем, вычищаем, пытаемся обрутовать. Там очень хорошая краска фасадная, она очень тяжело чистится, въелась вот эта вот, весь химикат въелся, вот сейчас мы восстанавливаем работы. Также у нас случай произошел напротив, что я случил Мария 37, сзади, со стороны подъездов подъезжают большие крупные машины, привозят товар в магазин, бомба, бомба, сейчас там Алина, и за счет этого треснула плита перекрытия в первом этаже, на пятом подъезде. Мы ее полностью разобрали, сейчас заливаем заново. Там пустота, там проходит подпольная разводка холодного водоснабжения, канализацию мы вынуждены, это все восстанавливает. Подпольная? Да, она идет подпольная. Подполом. Подполом идет. Подполом, да, идет разводка. В несколько подъездов у них такой нет подвалов, но есть подпольная разводка. Вот мы сейчас восстанавливаем этот, и не знаем тоже, что делать с этим тяжелым транспортом, потому что в третьем подъезде, перед третьим подъездом канализационный люк, там тоже труба канализационная дает уже трещину, постоянно ребята прочищают ее, потому что она старая, чугунная. Ли ее в короб прятать, либо как-то договариваться с магазином, выходить. Будем, будем решать, будем думать. Также по вопросу благоустройства начали менять мы на игровых площадках корки, пластмассовые спуски, которые дали трещину. Это Гечевал-121Д, это Комнева-2, Киевская-4, Когульская-54, и все, Комнева-4. Вот мы восемь спусков меняли. А Малиновского? Малиновского еще нет, не дошли еще. Вот видите, вы туда идете еще спокойно по Роскану, и как-то идти не можете. Хорошо. Нехорошо, просто выйдете в город, обследуете, пускай мастера все площадки. Вы ждете, чтобы я опять проехал по городу, опять вам сделал замечание всем? Еще раз говорю, я проеду еще раз и увижу недостачу, вы, руководители, будете писать заявление об увольнении. Понятно, я вам сказал? Потому что по-другому я уже не могу вам говорить. Вы мне все говорите, есть так точно, но никто ничего не выполняет. Потому что вы слушаете своих мастеров, вы не уходите на место, понимаете? Не ждите меня, что я приду. В следующий раз я приду, я уволю человека, понимаете или нет? Малиновского, доложите мне, что происходит на Малиновском, полностью на восьмом квартале. Вы со мной там были когда? Сколько лет времени назад? В прошлом году вы еще были, и вдавали указания. То элементов не было, то еще чего-то не было, то рабочих рук не было. Запишите себе адрес Лесечка 22 и Лесечка 26. Там есть, я понимаю, это не ваша компетенция, но там есть недостроенный дом, и там после земной просто превратили в кучу мусора. Выйдите совместно с ДРСУ туда, на тот адрес. Олег Васильевич, вдвоем скопируйтесь, выйдите туда, обследуйте данную территорию и наведите там порядок. Надо подключить туда Новикову. Все втроем выйдите, и пускай Мирон пойдет с вами старшим. Ну, не успевая следить за маршрутными автобусами, будет следить теперь за вами. Хорошо, спасибо, Глорин, пожалуйста. Доброе утро. Предприятие выполняется в полном объеме. Все работы ведутся согласно графику. Таковых аварий серьезных нет. Хоть одно предприятие, где все хорошо. Спасибо. К питомник, пожалуйста. Добрый день. Через день я работаю в облачном движении, работаю по всем ведам деятельности. Поступающим заявкам на отлов, на стерилизацию, на пристройство животных. Я понял. Скажите, вам вчера давал Вячеслав Иванович указания по поводу отлова. Выехали на улицу Пушкина, отловили там собак. Сколько? Две собаки. Две из 18? Это причины стальности. То есть, когда собаку, вот этой собаки вокруг них собиралась... Виталий, я понял. Ну, буквально, осенью вы нам докладывали, что уже там отловились. Это был сентябрь месяц, а не на клумбах там. Николай Николаевич, ситуация в том, что я хочу обратиться к гражданам Горчанов. Значит, есть множество собак, которые выпускаются шейниками. То есть, домашние животные, которые бегут в этих стаях. Пожалуйста, обратите внимание на своих животных. Не надо выпускать их на самую выгулку. Потому что они собираются в эти стихийные стаи и начинают бегать. Ну, не домашние животные. Какие домашние? Это значит, сорвалась где-то со двора собака и ушла. Да, но домашние живут во дворе у кого-то. Значит, по данным случаям, если в данном случае, значит, замедлительно позвонить в службу отлова для отлова и не создавать паники. Да никто не создает паники. Но это уже второй раз, когда я вам говорю, улица Пушкина, угол Московской. Это получается, вот они переходят от банка, идут в парк. В парке у них... Да, где туда отловили... Но дверь-то мало. Сколько в парке собак? Ситуация в том, что, вы понимаете, мы отловили этих двух собак, все остальные разбежали. Возьмите под контроль, хорошо эта ситуация? Спасибо большое. Медики, пожалуйста. Медики, пожалуйста. Медики, пожалуйста. В вебинах в Болл, мы имеем шесть, две мами, 4 мами, 4 мами, эти дети, это кое-каку, и 2 мами, пока я принял их в пыль в Болл, в последние 24 часов, у них были стремятся со стены в септе в кофе 32, что они былиإмированы сцены. В моменту мы имеем 87 где-то в стадии grave, 20 где-то в стадии менее. На цифровые seen de вакцинания популяции. В период 17 марте, в момента им было 46 доцов. Документность 1. Документность 1. Документность 1. Документность 2. 100. Документность 2. Покументность 1. В рамках детства, панели 2 времени, В этом году в России есть 348 детей, во-первых, с 1.192 детей, в 2.252 детей, и в 4.00 в состоянии. На момент в токе в России 10.790 детей, в России, в России, в России, в России, На сегодняшний день в наших школах болеют двое детей и двое педагогов. Один класс закрыт на карантин. В садах болеет один ребенок и один педагог. Одна группа закрыта на карантин. По поводу заявлений от беженцев для записи школы и педагогов. На сегодняшний день у нас 34 заявления, из которых 16 – это начальная школа, 15 – гимназия, 3 – лицей. Из этих 34 заявлений всего 4 заявления с полным пакетом документов, то есть с медицинской справкой. Этих детей с завтрашнего дня мы сможем направить в школу. По садам у нас 20 заявлений собрано, из которых у пятерых полный пакет документов. Они уже ходят в сады. Скажите, пожалуйста, вы сейчас мне сказали, что вот ребята ходят в сады, завтра пойдут в школу. По какому принципу вы в сады размещаете детей, если у нас вакцинация детей разная, Украина и Молдова, разные графики вакцинации и прививок? Мы опираемся на медицинскую справку, которую дает на Центр семейных врачей. То есть вы нашли выход из положения, что если Центр семейных врачей дает вам заключительную справку, независимо, есть вакцина у украинского ребенка, нет, вы помещаете в группу с нашими детьми. Я не знаю, как они их проверяют. То есть у многих из них... Я имею в виду, что сейчас вакцина не от ковида. Я сейчас имею в виду, что вакцинация с рождения ребенка. Я понял. Просто в Молдове относятся к этому строго. В Украине к этому относятся с послаблением. Там не обязательно. У многих из них есть... То есть они пришли со своими карточками вакцинации. Далее Центр семейных врачей... Были карточки вакцинации? Да, у некоторых были карточки вакцинации с собой. Я когда с ними встречался, они говорили, что когда они убегали от войны, они не то что забыли карточки от вакцинации, они забыли паспорта свои. Ну, по крайней мере, показывали мне... Окей, хорошо. Дальше. Скажите, по какому принципу вы будете принимать завтра школу детей из Украины, если у нас с ними разное образование? То есть не то что, а именно процесс образования. У нас 12 классов, у них 11 классов, у нас школы идут в 7 лет, у них школы идут в 6 лет. Ученика 3-го класса вы какой класс оформляете? В 3-й, в 4-й или во 2-й? Николай Николаевич, значит, вчера на сайте Министерства образования появился пресс-релиз министра, где сообщается о том, что был принят документ. Мы пока его еще не видели, но надеемся, что сегодня... Я задал конкретный вопрос. Ученик 4-го класса, в какой класс идет в английскую школу? Мы будем определять детей по возрасту. Значит, они могут быть двумя типами записанных в школу, то есть как ученик и как слушатель. То есть он может... Вы меня слышите? Как слушатель ученик может быть и 10-го класса, и в госуниверситете. Как слушатель. Мы хотим, чтобы ученик получил знания, правильно говорю? Так, поэтому нам надо определить, куда мы конкретно определяем ученика, к примеру, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го класса. Он идет с нашими детьми в 7-й класс, или он идет на год старше, или на год младше. Чтобы ученик понимал, о чем говорится, что будет, какой смысл от того, что ученик будет ходить на занятия, но или он ту тему уже давно прошел, или он до этой темы еще не дошел. Николай Николаевич, есть определенная процедура. То есть когда ученик приходит в школу, оценивается его уровень знаний. То есть делается его оценка, тестирование, оценка его уровня знаний. И в зависимости от этого уже можно дальше исходить и определять, то есть на каком уровне он находится, и в каком классе он будет у нас учиться. Ну отлично. Если бы нашли такое, это самое, протестирование. Вы смотрели передачу, как-то вы показали недавно передачу, что ребенок, выпускник 5-го или 6-го класса, поступил в МГУ. Ну отлично. Вот если такие дети у нас сейчас будут, сразу в 12-й бакалавра будете давать. Ну я хочу сказать, что это не новое. То есть у нас и раньше приезжали дети из-за границы, и мы в этой схеме, мы определяли их уровень знаний. Потому что бывало такое, что приезжали и без документов, в частности с Турцией у нас были такие... Супер, отлично. Если нашли выход из положения, просто умнички. Второй вопрос, третий вопрос. Если, значит, там же также на странице министерства, о том, что мы можем принимать преподавателей на работу. Завтра придут к вам учителя, которые сегодня в Бельсах есть. Как вы их примете на работу, если у вас уже даже часы программы, все расписано для учителей, которые находятся сегодня в городе Бельс? Значит, я хочу сказать, что буквально вчера к нам пришел один педагог, направленный с официей форта Димонка. То есть это педагог поддержки. Мы ищем, то есть, ну, в принципе, мы практически уже нашли его место работы в наших школах. Ну что, да, вы совершенно правы, в том, что часы все расписаны. Но бывает такое, что есть в Атрансе, где нужно, где есть перегруз. Учителя, где можно устроить, то есть выходы можно находить. Супер. Просто если учителя, которые захотят работать в наших школах, я знаю, сегодня находятся среди беженцев учителя иностранного языка, учителя украинского языка, учителя начальника школы, если будут такие, пожалуйста, принимайте, если есть у вас возможность. Отказывать никому не надо по упрощенной системе, просто по украинскому паспорту и с медицинской справедниками, сколько я знаю. Да. Дальше. Скажите, пожалуйста, что сегодня происходит на территории детского сада номер 18? Что касается прилегающей территории. У меня есть жалоба от Ирины о том, что садик находится весь в болоте, дети играются и портят одежду. Запишите, пожалуйста, 18-й сад, прилегающий территория. Спасибо большое. Пиво, пожалуйста. Продолжительные предприятия работают не нахватить, которые у нас сегодня было, с этим взятым на себя предприятием обязательствами ведутся работы на зеленых зонах закрепленных участков, также рабочими озеленителями ведутся работы, рабочими по уборке территории, согласно графику по закрепленным улицам. выполняются работы по сносу, обрезке, моложению деревьев и выкорчевке к ней корчевателям. До конца дня транспорт вывозит все собранное в течение дня на полигон. Вся техника предприятия находится на линии, все в рабочем состоянии. Значит, ревизия аттракционного комплекса для подготовки к эксплуатации прохождения всех моментов для того, чтобы посетить эксплуатацию в связи с летним сезоном. Лично оранжерейное хозяйство работает. Мы надеемся, что в этом году теплая погода не наступит раньше, и мы сможем приступить к благоустройству техников на территории муниципа. Проблем на предприятиях нет, все в рабочем режиме. Скажите, пожалуйста, на центральной площади каток. Я понимаю, что минусовая температура ночью, я понимаю, там тонны замерзшей воды, и экономический агент не может эвакуировать этот никак объект. Вокруг-то можно привести все в порядок? От Пескатова, от этого. Периодически управлено. Периодически, значит, давайте так, совместно с экономическим агентом, вызвать экономического агента до конца недели, чтобы каток был эвакуирован. Вызывайте технику, берите, разгружайте тот лед. Я понимаю, что это неправильные приказания и указания, но центральную площадь надо привести в порядок. Мало того, что у нас универмаг сегодня идет под реконструкцией, и экономический агент, который владеет универмагом, снимает там всю обшивку без какого-либо документа, понимаете? Следующий вопрос. Улица Болгарская, угол Александр Челбун. Вот лавки, которые разбили, мусорки, которые также, я так думаю, били ногами. Вот они ее уронили. Это вчера. Это вчера, но может как-то с этим надо прекращать уже. Ну хоть найдите одного человека, ну бьют все, а? Мы пишем в полицию постоянно, по каждому казусу. Посмотрите, что это ряд с парком городском, центральным, с этими плитами у Высоцкого. Ну сил никаких нет, он не берет ничем. Мы вынуждены уже болгаркой наждачной бумагой стирать этот камень. И это происходит еженедельно. Вячеслав Иванович знает, мы постоянно докладываем, постоянно вместе выходим на место. Я не знаю, как с этим бороться. Городская поликлиника, поликлиника, сделали красоту, сделали такой красивый сквер, там столько труда положили. Чтобы вы понимали, 30% роз украдено. Крошка, после этого мраморная белая крошка, оголили полностью до ткани, до ультрасилы оголили полностью. Уносят просто-напросто, собирают оттуда, я не знаю, ну просто нет смысла. Обидно, досадно, потому что вкладывают люди душу, труд, силы для бельчан, ради благоустройства нашего города. Чтобы нам не было стыдно, когда к нам приезжают другие люди, говорят, у нас красивый город в других городах, в других странах. Неужели самим людям, которые здесь живут, не хочется гордиться своим городом? К сожалению, пока на сегодняшний день очень много таких моментов. Вячеслав Иванович, ну тут надо что-то предпринимать, это уже никуда не годится, понимаете или нет? Я вижу здесь, я здесь вижу и политический вопрос, я вижу здесь политический вопрос. Если уже крошку воруют, и все это в районе Бама происходит, там где скопление одной, там есть гвардия у нас такая, которая это все ломает, я уверен. Это постоянно происходит, вы можете понять или нет? На протяжении всей осени это происходило, но сейчас происходит. Вы понимаете, что это кто-то целенаправленно все ломает, а? По этому скверу сегодня, со свиданиями, мы выйдем, и там есть этот магазин «Оранж», я думаю, что для этой фирмы видеокамера одна, направленная в сторону парка, не будет составлять. Мы сегодня вдвоем выйдем, пытаемся их убедить, чтобы они пошли на это. У них внутри есть видеонаблюдение, вот пускай поставят одну камеру сквер. Ну а на больницу, что нельзя поставить камеру? Поговорите с ротарем. Или с калистрой поговорите. Ну куда это, если это воруют? Розы воруют, крошку воруют, ну это же, что с этим делать надо? Плюс там урные эти, красивые, разбили. Ну я вам говорю, я в этом вижу чистая провокация. Это специально кто-то делает. Ну не может человек, приехавший сюда, взять, прийти, разломать урну, лавку, разломать эти розы, утащить, утащить камень этот, крошку утащить, разломать новые урны. Ну не верю я в это, понимаете? Я вам говорю, что в этом есть политический вопрос. Обратите внимание на это. Спасибо. На прошлом совещании, в прошлый раз, был вопрос по поводу сдачи, эксплуатации канализации по улице, по Слободеевску, улице Саровская, Карачабану, периметры улицы. Значит, совместно с Глорингом и Инженерингом подряд на организации наши специалисты проходили, проливали, испытывали эту канализацию. Осталась малая часть Саровской, Муришану, часть Карачабану. Сегодня, надеемся, что пройдут, вы дадите, да, Виктор, специалисты сегодня пройдут и закончат эти работы. Скажите, когда закрывается этот объект? Подпишутся акты и мы за 10 дней собираемся комиссию. Сегодня 16 числа. Ну, должны были когда сдать? 22-го был дан срок, должны были сдать до конца прошлого года подряд на организацию. Далее срок до 22 февраля не выполнили. На прошлом совещании... Штрафные санкции есть какие? Безусловно, начисляются штрафные санкции. Сейчас, когда вы планируете? Завтра и в течение 10 дней? Мы созываем комиссию. До конца месяца комиссия. Меня пригласите. Обязательно вы председатель. Спасибо большое. Дальше. Значит, те объемы и планы, которые мы с вами наметили, обязательно под контроль, потому что сейчас начнутся теплые дни, и у нас начнется с вами круглосуточная работа по строительству нашего города. Следующий вопрос. Значит, у меня есть жалоба от Эдуарда Гуль, это работники, понимаем, троллейбусного управления. Жалоба та, что они не могут подходить к контактным сетям, работают с фонариком с 23 до 5 утра, что нет ни одного фонаря, который от малокозавода до мясокомбината. Там нет освещения. Что нам как придумать, что было? Там нет освещения, это правда. Там и сиденья нет, и уличные. Что можно придумать? Подумайте. Потому что, если люди с фонариком лазят ночью, а что нет надеют на этих контактных сетях ночью? Мы проверяем. И же каждую ночь объезды всей контактной сети, сети старые, чтобы обрывок нет. Там нет ни сетей уличных ощущений. Давайте как-то мы подумаем, чтобы облегчить труд людям. Подумайте, или расширение-то нужно, или... Мы с Волоком заключили выбор по спасалу, чтобы это было красиво. Это не проблема, а надо кабели и светильники. Лариса Ивановна, я понимаю... Завтра кто-то будет, да? Завтра кто-то у вас была намечена встреча назад? Из Берда. Да, завтра ко мне приезжает представитель банка реконструкции. И развитие европейский. Да, и у нас там есть предложение по поводу уличного освещения. Отлично, давайте туда вы тоже подойдете. Этот участок... Отлично, дальше. Это о чем я говорил, Лариса Ивановна. Это надо будет совместно с Новиковой, нет? Или Аллы, ты подключайся к этой теме. Бульвар Лариса. Мы как-то говорили с вами, что его привести надо в нормальное состояние. Да, тоже в Европейском. Да, значит, там надо выложить, я так думаю, красную плитку его. С освещением, чтобы это был бульвар-бульваром. Совершенно верно. Обязательно, это так, что в течение двух лет это надо сделать. Этот вопрос под контроль. Берда у нас есть, это предложение. Так. Все, спасибо. Тролевусный проект. Заказ услуг в полном объеме на линиях 38 единиц техники, которые работают по запланированным маршрутам. И возникшие проблемы возникают в течение... Я вам говорил про замену столбов. Да. В свое время эвакуировать столбы, плитку на место. Почему не выполняют? Работаем. Работаем. Калиешево, конкретный адрес. Да, мы знаем, работаем, предъявили претензии подрядной организации. Мы не рассчитываемся, пока они все устранятся. Времени не было, там человеческий фактор заболеет. То есть, сейчас под контролем. Да. Супер. Дальше. Скажите, вот у нас электрический транспорт, у нас целое управление, грамотный, молодой, новый руководитель. Почему, когда после смены заходят на мойку ваши транспортные единицы, будем так говорить, ваш личный состав, который осуществляет уборку транспортных средств, не вытирает стекла, машины выезжают грязные, с потеками, хоть это грязь, хоть это дождь, неважно. Она должна каждый день убираться. Я вам скажу, что на выходные, ваши троллейбусы на выходные дни, ездили конкретно суббота, пятница, вечер, ездили, мне было стыдно за тех людей, которые убирают ваши транспортные средства, особенно стекла. Ладно, там, где есть реклама, она закрытая, а там, где чистые стекла. Я была, но ты. И что? Кроме этого, с вечера я смотрела. И что? Это остатки, то есть, когда эта мойка работает, нет, там не средства, это вода, как отработка, это так устроена эта система моечного комплекса. И это соли, это соли. Кроме этого, машина выезжает, уже стоит на территории, и за ночь, то есть в течение ночи, где-то до трех часов ночи заканчивается мойка всех транспортных средств. И пыль оседает, на самом деле, я простояла весь процесс, они выезжают чистые, на вид, вот, да, они протерли, все, вышли. И когда стоят... Мне пассажирам что объяснять? Что это соль? Или это то, что... Соль и сверху пыль. Соль пыль, или что мне? Это объяснять пассажиров? Мы уже работали со специалистами в этой моечной. Мы хотим установить на этой моечной... Вы мне хотите сказать, чтобы я это говорил пассажирам? Извините, это соль в пыль. Мы над этим работаем. Мы пригласили специалистов, которые смогут установить... Пожалуйста. Мы не можем найти специалистов, которые могут эту станцию... Работайте лучше. Но есть в Бельцах, наверное, консультанты какие-то. Есть, наверное, какие-то... Есть, мы хотим химию специальную. Но для того, чтобы эту химию запустить, нет этой установки на этой станции. Она не могут подключить. Потому что необходима химия. Вот еще раз говорю. Дайте мне решение вопроса. Не надо мне ставить проблему этого вопроса. Нет, мы решаем. Еще раз говорю. Ко мне пришли люди, которые пожаловались на то, что им некомфортно ездить в этих троллейбусах, где нет стеклах, и они ничего не видят. Им некомфортно. Люди... Я еще раз говорю. Вы находитесь на службе у людей. Не люди у вас, а вы на службе у людей. Мы с вами, то есть. Не вы, а мы с вами. И мы должны выполнять все их указания, которые справедливые. Мы должны их выполнить. Что по поводу наших двух троллейбусов? Когда они приедут? Так как это ракетный завод, и нам не отвечает директор этого завода. Это ракетный завод? Это ракетный завод. Стратегический комплекс. Уже можно говорить. Но сказал, что будут троллейбусы. Нет, после позавчерашнего заявления, что все военные объекты будут биты, я уже боюсь ракетный завод. Он сказал, что в принципе они готовы. Они все-таки производят. Не остановилось производство, они работают. Ну, будем надеяться. Хорошо, спасибо. Экология, пожалуйста. Хотим сообщить о том, что нам обратился экономический агент, который изъявил желание по установке и сбору отходов категории ПЭД, то есть афопластиковые бутылки, на территории мунициплии Белс, то есть наших мусорных площадок. И в этом контексте хотели бы обратиться к муниципальным предприятиям Берсоу Белс в ходе реконструкции тех мусорных павильонов, предусмотреть заблаговременно, то есть изначально установку данных контейнеров. На данный момент также добавить, что этот экономический агент, он на стадии перфектированности всей документации и получения необходимых разрешений со стороны министерства для осуществления этой деятельности на территории мунициплии Белсоу. База здесь? База Белсоу? Да, это куда-то возить. Он будет перевалочной базой, то есть временное складирование здесь в Белсоу и передача авторизированному экономическому агенту, который находится в городе Аргеево. Слушай, как говорят, это же можно с сегодняшнего дня без масок. Сказали сегодняшний день МКС вышло. Нет, мне сказали только медицинские учреждения, магазины и автотранспорт. Понятно. МЧС, пожалуйста. Добрый день. Николай Николаевич, доведу информацию, которую мы вам представляем из Женева. На сегодняшний день у нас в пункте, в кризисном пункте, находится информация по Белсоу. 451 человек, подмещенных на территорию мунициплии Белсоу, из них 300 взрослых и 151 ребенок. Что хочется сказать, что у нас в принципе кризисные такие дни были чуть-чуть, наплыл чуть спал. На сегодняшний день у нас 32-й будут места, это совместно с гостиницей Белсоу и нашими центров. Пару, где-то 4 дня у нас идет запаски за 100 мест на муниципе. Когда 7-й и 8-й числа были переполнены, где-то не было мест, мы перенаправляли прибывших людей, направляли в соседние районы, где были места. Мы с ними координировали. Это просто такие в принципе, как бы, того, что остались люди без мест, не было, в случае. Игорь Иванович, я чуть вас перебью, наверное, взять. Вы знаете, вот в субботу не было ногде размещать людей, и я увидел, что люди начали приходить с семьями и брать продукты. Я задал вопрос, кто это, вы откуда. Они все с украинскими паспортами. Оказывается, мы не ведем учет тех людей, которые живут на квартирах. У нас нет учета этих семей очень много. Они приходят за продуктом. Я увидел просто по картошке, по капусте, по морковке и свеклет. Потому что мы привезли туда по 10 мешков, и они приходили по мешку, забирали и уходили. Игорь Иванович, это правда, у нас нет такой информации. Я знаю, что очень много обречено по квартиру, но, к сожалению, это такая информация на него не водеет. Большое обречено, к сожалению. Значит, что хочу еще довести. У нас получали за статус беженца всего, на сегодняшний день, ноль. Ну, то есть всего было обречено 18 человек, из них 8-10 детей, сами, которые были поздны. Нарушений по общественному порядку до сих пор, как бы, слава богу, не было у нас. На вчерашний день было 11 человек протестировано по поведению все обрекательные тесты. Обращение в больницу вчера было 8 человек. Три были на стационаре бестерезина, один из них ребенок. Такая информация. Об этой листоматологии 1 и Чентру 1. Что хочу еще донести. Значит, мы получили на сегодняшний день, в форекс-корресе, в Пыльце, два дня уже работают наши сотрудники. Мы размещаем палаточный городок, значит, вот человек получили гуманитарную помощь в палатке и все обустраиваем. Пусть, не дай бог, будет усиление, то есть количество беженцев, чтобы размещать в этих летних палаточных городах. Знаете, Игорь Иванович, наши же беженцы, которые проходили через Пыльце транзитом, я размещал у себя дома 9 человек, и мне прислали вчера, в каких условиях они сейчас находятся на территории Германии. И я думаю, что наши условия царские. Коллеги, чтобы вы понимали, просто палаточный городок, просто стоят кровати, туалет общий, никакого туалета отдельно нет, туалет общий, умывальник общий, один там на 4 или 6 блоков. Да, но чтобы, правда, на работу никому не разрешают. Вот сидят они там, правда, поставили им 300 евро на человека, они будут получать. Вот и вся ситуация, какая именно там, в лагере. Поэтому в наших условиях, я считаю, что мы, именно Молдавия, отнеслась к этому вопросу очень... Этот городок мы готовим на более худший сценарий. Если начнется третья фаза военных действий, тогда уже людей будут эвакуировать, согласен с вами. И, в принципе, атаку, в принципе, мы справляемся, поскольку вчера было, вы знаете, вчера не хватало продукта, не было, был берег. Знаю, и позавчера не хватало хлеба, знаю, и не хватало воды, знаю, все знаем. И был запрос там с топливом, бензином, там разбираемся. Игорь Иванович, но если у нас чиновники сидят наверху и до сих пор нам спускают регламенты, которые мы давно выполнили, и финансирования нет, ну, простите, понимаете, я же не могу пойти к министру финансов и сказать, дайте хоть каждому центру хоть авансированные деньги, я не говорю сейчас дать подотчет, который уже выполнен и работы 24 февраля, правильно, или сейчас на будущее, дайте хоть какое-то авансирование. Никто пока нас не слышит, к сожалению, может, сегодня услышит, но что вчера уже был конкретный разговор, я думаю, со всеми, меня, думаю, вчера все услышали. Может, я как бы резко выражался, но не могу, когда занимаются, просто друг друга посылают в бумажной форме. Кроме этого, хотел бы еще раз ответить на внимание, потому что у нас мы сейчас перегружили по сухой траве, за вагонные у нас было 55 выездов на сухую траву, это совместно с четырьмя районами, за вчерашний 10-3 выезд. То есть люди продолжают сжечь траву сухую, перекидываются на лесные массивы и так далее, абсолютно мы не можем никак с этим бороться. И выезжаем, делаем мобильные группы, выезжаем, мы, к сожалению, поджигаем, убегаем на дачные участки, вот сюда от озера тоже у нас постоянно. И кто это вот делает? Ну, кто делает? Наши люди, которые готовят почву для скота, чтобы потом не было, что понятно, что много сухой травы. Понятно, спасибо большое. Полиция есть что-то? Нет? Нет. Спасибо. Ну, пользуясь случаем, сейчас пишет нам просто Игорь Шолохов, почему, если молдавская семья переезжает из города в город, садик требует прописку и постановку на учет, а с беженцами все просто? Вот. Ну, уважаемый Игорь, я отвечу так, что, конечно, не дай Бог попасть в такую ситуацию, в которую попали жители Украины сегодня, и наши беженцы, которые на территории нашей страны находятся. Мы упростили систему, потому что, я думаю, так бы поступил любой руководитель. А то, что по закону требуется прописка и постановка на учет, но если есть конкретный случай по бельцам, придите обратиться в индивидуальном порядке, я думаю, мы рассмотрим и поможем. Есть что-то, Виктор Иванович? Значит, я хотел бы обратиться к директорам после того, как мы переговорили с Николаем Николаевичем, по поводу предстоящих праздничных мероприятий. Первое – это 26 марта, День освободения города. С Плана Викторовна переговорили, значит, обследуем, и с понедельника... Давайте подытожим, ну, вы растягиваете. Значит, что касается праздничных дней. 26 марта, 9 мая, 22 мая, День города, все остается в силе, все праздничные мероприятия мы отмечаем, как всегда отмечали. То есть все начальники управления, все директора предприятий, которые имеют в своем подчинении те или иные объекты, полностью все привести в порядок. Что касается памятник-танк, что касается мемориала, что касается центральной площади и так далее по всем объектам. Вопросы есть? У вас что-то еще есть? По транспорту ничего нет? Нет, все. Все сказано? Все, всем спасибо. Идемте трудиться. Это Новиковой запачкалась.